Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 18 февраля, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Долги уменьшили, оборудование увеличили. Ульяновский Минздрав подвел итоги года. Села в Чердоклинском районе обеспечили чистой водой. О путешествиях купца и любви жестокого царя в Ульяновске прозвучит Шахерезада в новом прочтении. Вопросы здравоохранения в центре внимания региональных властей. Подтверждение тому финансирование отрасли. В 2022 году на медицину предусмотрено свыше 12 миллиардов рублей. Это 17% расходной части всего бюджета Ульяновской области. Каким стал для регионального Минздрава ушедший год и что готовит текущий, расскажет Рината Алиулова. Ульяновская область вошла в топ-5 субъектов страны по углубленной диспансеризации. В регионе подвели итоги работы сферы здравоохранения за прошедший год. В 2021-м медики, как и все остальные, продолжали работать в режиме пандемии. Но главный успех, по мнению главы регионального Минздрава, это не уход с головой только в COVID-19. Даже при сложной эпид-обстановке удавалось оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Ее получили почти 12 тысяч человек. Это на 9% больше, чем в 2020 году. В прошлом году в медучреждении региона трудоустроились 477 врачей и 886 средних медработников. Тем не менее, дефицит кадров остается. Как и сбои в работе первичного звена и невысокий уровень цифровизации отрасли. О проблемах в сфере и дальнейших планах на пленарном заседании. Внимание заострил губернатор Алексей Русских. Мы продолжим работу по модернизации лечебных учреждений в снах уровней, ремонт больниц и строительства новых, а также их оснащение современным оборудованием. Активизируем реализацию программы по развитию первичного звена здравоохранения. Общий результат, который мы должны получить от всех этих действий – повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Так планируют построить 6 ФАПов. В Ульяновскую поликлинику номер один, к примеру, закупят 12 единиц медоборудования. А в детскую областную больницу 154 новых аппарата. Также региональный Минздрав намерен объединить 15 больниц в 5 межрайонных медицинских центров. В качестве пилота в 2022 году выступит Новоульяновская городская больница. Здравницу объединят с Теренгульской и Сенгелеевской больницами. 17,6 миллиардов направлено на финансовых средств нашей медицинской организации. Это плюсом 2,4 миллиарда к уровню прошлого года, то есть практически на 16% рост. И нам удалось дополнительно привлечь федеральных средств в сумме 1,9 миллиардов, что также повлияло на стабильность финансовой и устойчивость наших медицинских организаций. А вот кредитурская задолженность по госучреждениям снизилась за год на 421 миллион рублей. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Геннадию Шакирову пойманному на взятку избрана мера пресечения. Походатайству следователя следственного отдела по Ленинскому району города Ульяновска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее чиновник был задержан при получении взятки от одного из местных предпринимателей, осуществляющих маршрутные перевозки граждан. Расследованием дела занимаются следователи Следственного комитета региона. У новых красавиц в селе станция Брянзина рост под 30 метров. С такими параметрами любой подиум покорить можно. Однако статные дамы выбрали иной путь – обеспечить населенный пункт чистой, качественной водой. По региональной программе сразу четыре башни Рожновского отправились в Чердоклинский район. Три из них уже установлены. Как монтировали последнюю, увидела Александра Никитина. Финальные штрихи. Последний из четырех башен Рожновского займет свое законное место в селе станция Брянзина. Главные свидетели истории родного края – местные жители. Почти 40 лет они ждали лета с опаской. Днем давление воды в кране не позволяло даже наполнить стакан. Что же говорить о поливе любимых саженцев в огороде? Теперь дела пойдут в гору. И этот теплый сезон сельчане встретят в полной боевой готовности. Водопровод, который сейчас существует, он очень давно, лет 40, а то и 50 уже как проложено назад. Башни старые, то есть вышли уже давно из строя. И этот вопрос у нас все время стоял как бы во главу угла. И мы даже не верили в такое чудо, что у нас когда-то будет вот такая вот чистая вода в программу, когда вошли. Чтобы обеспечить качественное водоснабжение в селе, власти не поскупились. Четыре водонапорные башни обошлись в 43 миллиона рублей. В сумму включены и сопутствующие расходы. Замена сетей водопровода, две скважины и установка колодцев. Подобный проект впервые освоен на Ульяновской земле. Связано с тем, что очень интересный рельеф данного населенного пункта – это станция, разделенная между собой железной дорогой. То есть, поэтому, когда мы проектировали, мы учли это и на каждой стороне станции отдельная система. То есть, это две башни, скважина, которые полноценно будут питать население данного населенного пункта. Перед тем, как попасть в дома жителей, вода пройдет предварительную очистку от загрязнений. Такая система уже включена в план. Работы планируют завершить к августу. Кроме того, на чистую воду выведут больше 10 сельских населенных пунктов. Включая рабочий поселок Глотовка, село Баевка, Новочеремшанск, поселок Октябрьский. Уже депутатами принято изменение в бюджет. И уже на начало этого года, как я сказал, менее 200 было. Сейчас уже 260 миллионов рублей только для старта выделено на эти цели. И задача стоит сегодня перед муниципальными образованиями, поселениями, которым будут даваться эти деньги в качестве помощи на реализацию их полномочий. До 1 апреля провести все конкурсные процедуры, выбрать подрядные организации и приступить в строительный сезон к началу работ. Всего на качественное водоснабжение по региональной программе направлено почти полмиллиарда рублей. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ, из Чердоклинского района. Ульяновск готовится к паводку. Весна ожидается ранней и бурной. И, как сообщил глава города Дмитрий Вавилин, на подготовку к паводку у городских служб осталось менее месяца. Прогноз синоптики дали крайне неутешительный. Снега за эту зиму выпало в два раза больше, чем за прошлую. Эти факторы говорят о высокой вероятности подтоплений паводками водами Мостовой, Вырыпаевки, Сельди и Дачного. В последние годы есть проблемы в Баратаевке и Луговом, куда с полей приходят талые воды. Как сообщает городская администрация, на городских улицах уже началась прочистка ливневок и водопропускных труб под дорогами и трамвайными путями. В микроюне Мостовая началась очистка ливнеприемников, вывоз снега из водоотводных канав. Работы ведутся на улицах Российской и Звездной. Задействованы машины МБУ «Даримстрой» и спецтехника, привлеченные администрацией Ленинского района. В ближайшее время состоится заседание городской КЧС для координации работы всех муниципальных предприятий и учреждений, привлекаемых для планового пропуска паводковых вод, защиты сооружений и объектов городского хозяйства. Несмотря на пандемию, внешний торговый оборот Ульяновской области увеличился на 30% по итогам 2021 года. Объем экспорта товаров производителей области вырос на 18% или на 91 миллион долларов. Губернатор Ульяновской области провел экспортный совет с участием правительства и бизнеса. По итогам 2021 года почти на 20% увеличился объем экспорта товаров местных производителей. Сумма экспорта выросла на 91 миллион долларов США и составила 585 миллионов долларов. Эксперты отмечают новый уровень развития международных торговых отношений. Ряд экономических показателей приближаются к допандемийному уровню. Увеличение внешнеторгового оборота продвижения товаров и услуг предприятий Ульяновской области на зарубежные рынки является одной из приоритетных задач развития экономики региона. Несмотря на объективные трудности, связанные со снижением темпов международного экономического развития, внешнеторговый оборот Ульяновской области по итогам 2021 года увеличился на 30% или на 274 миллиона долларов США, по сомнению с 2020 годом. Торговыми партнерами Ульяновской области за 2021 год стали 109 стран. В пятерку крупнейших входят Алжир, США, Казахстан, Беларусь и Германия. Основными торговыми группами экспорта остаются автомобили и автокомпоненты, продукты неорганической химии, электрические устройства, механическое оборудование, техника и мебель. Постепенно мы по торговому внешнему обороту приближаемся уже к показателям 2019 года, то есть до пандемийного. И с учетом сохранения подобной динамики мы рассчитываем о том, что уже в 2022 году, и это одна из наших задач в соответствии с национальным проектом, безусловно, уже выйти наконец-то на те показатели допандемийные, чтобы дальше развивать это направление. Продвижение этого направления является одним из главных приоритетов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди задач, которые ставит перед собой региональное правительство, сохранение и рост темпов экспорта, выход на новые рынки, активное участие в международных выставках и ярмарках, а также поддержка региональных экспортеров. По объему товарной массы в суммовом выражении 37% того, что экспортируется с территории Ульяновской области за пределы России, это продукция субъектов МСП. Я хочу напомнить всем предпринимателям региона о том, что у нас в регионе действует региональный экспортный центр, и экспортный центр готов оказывать всяческую поддержку экспортерам в продвижении их товаров на экспортные рынки. Одним из активных участников регионального рынка экспорта является компания «ВАВС». Она занимается контейнерными и автомобильными международными перевозками. Еженедельный экспортер направляет по шесть машин на территорию Европы, а также принимает импортные грузы в Ульяновской области. Большой объем работы компании связан с консультированием участников внешнеэкономической деятельности региона. Наша компания оборот имеет где-то полмиллиарда рублей. Это экспорт услуг. Этот год мы рассчитываем закрыть где-то с одним миллиардом рублей. Со странами работаем. Это Турция, это страны Европейского Союза, это Китай. На сегодняшний момент сильно рынок меняется. Мы видим новых игроков, особенно со Средней Азии. Приходит все больше и больше машин. На заседание было подписано соглашение о сотрудничестве между холдингом «Российские железные дороги» и региональным центром поддержки и сопровождения предпринимательства. Развитие и поддержка экспортной деятельности региональных компаний будет продолжено на уровне правительства Ульяновской области. Для безопасности пассажиров в период высокого риска заражения ковидом важно предпринимать все возможные меры по предотвращению его распространения. Особое внимание уделяется дезинфекции мест массового пребывания людей. К ним относится и общественный транспорт. Наш корреспондент побывал на железнодорожном вокзале и посмотрел, как его готовят к приезду ульяновцев и гостей города. В Ульяновской области продолжается дезинфекция авто, аэро и ЖД вокзалов, общественного транспорта и остановок. Разработаны дополнительные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дезинфицируют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В электротранспорте и в местах отстоя автобусов также производится обработка поверхностей. Дезинфекция мест пребывания людей производится каждый час. Каждый час протираются сиденья, поручни, места около касс продажи билетов. Там в достаточном количестве дезинфицирующие средства и данная работа производится. Производится звуковое уведомление о необходимости соблюдения мер безопасности при ковиде. То есть это ношение масок и другие мероприятия. На железнодорожном вокзале обеззараживают все поверхности и инвентарь каждые два часа. Стулья, стены, полки и двери протирают специальным дезинфицирующим средством. Раз в сутки обрабатывают поверхности методом орошения. Для всех пассажиров и провожающих на вокзале в свободном доступе находится санитайзер с антисептическим средством. Все средства безопасны для пассажиров. Кроме того, помещения вокзалов регулярно проветриваются. На вокзале «Центральный» проводится ряд мероприятий, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции. Это информирование граждан о социальном дистанцировании и ношении масок в залах ожидания вокзала. Также данное мероприятие контролируется со стороны сотрудников транспортной полиции. Благодаря тому, что все сотрудники вокзала вакцинированы от коронавируса, он продолжает работать в штатном режиме даже в период пандемии. Сотрудникам вокзала при приходе на работу у нас замеряется температура и с периодичностью в течение дня также проводится контрольный замер температуры. Также у нас все работники вокзального комплекса обеспечены средствами дуальной защиты. В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией на вокзалах Волгокамского региона Куйбышевской магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в полтора метра. Размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. По громкоговорящей связи пассажиров информируют о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. За последние дни мониторинговые группы проверили в Ульяновске объекты бизнеса, торговые точки, места общего пользования и транспорт. Выявили 1030 нарушений. Из них 281 на транспорте. Составлено 156 административных протоколов. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Исполняя классическую музыку, музыканты порой отходят от канонов и ищут свежие приемы. Скоро в Ульяновске прозвучит произведение римского Корсакова в непривычном для публики звучании. Что сотворил Шахерезадо и художественный руководитель Оркестра народных инструментов, узнаете в нашем материале. Мы привыкли слышать ее в исполнении симфонического оркестра, но настало время свежих идей. Впервые в Ульяновске сюита Шахерезада Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучит в исполнении Оркестра народных инструментов. В тандеме с музыкантами выступит актриса театра «Амфанта Рейбль». Татьяна Леонова прочтет под музыку сказки из цикла «Тысяча и одна ночь». Репетировала я дома под симфоническую версию. И когда я услышала то, что происходит здесь, это не то, что не уступает, это какой-то другой объем, совершенно волшебные звуки, и они вот такие объемные, близкие и очень ложатся на текст. Вот там две сказки о путешествии Синбада, морехода. Я думаю, это будет интересно не только детям, но и взрослым. Симфоническую сюиту переложил на народные инструменты дирижер и художественный руководитель оркестра Артем Белов. Восточные музыкальные орнаменты русского происхождения гармонично вплелись в новое звучание. В этом уверен автор идеи. В народном оркестре музыка Востока звучит всегда хорошо, потому что очень близко по природе. Ведь среди инструментов народных, восточных, очень много именно плекторных, щипковых инструментов. На концерте исполнят первую, вторую и финальные части сюиты. Текст подбирали под музыку. Два путешествия Синбада продолжатся историей о мудрой царевне-раскащице Шихерезаде. О той, с кем сердце кровожадного царя Шахрияра познала любовь и прощение. Мы рассказываем о том, почему Шихерезад рассказывал ему сказки. То есть о том, что в свою очередь султан разуверился в верности женщин и казнил каждую новую свою супругу. То есть женился на один день и на одну ночь. И вот мы рассказываем о том, что Шихерезада остановила эту волну, будем так говорить, спасла много жизней. Артисты отрепетировали. Скоро состоится премьера. Возможность погрузиться в мир восточных сказок и эталонных образцов классической музыки представится 20 февраля. Концерт состоится во Дворце культуры «Руслан». Виктория Черкова, Юрий Конихин. Управда ТВ. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Управда ТВ. Корректор А.Кулакова «Руслан» 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 Редактор субтитров А.Семкин